Ребята, я желаю вам здоровья, чтобы те годы, которые вы потратите здесь, в университете нашем, прошли не зря. Я, как вот Олег Степанович сказал, как работодатель в будущем, конечно, я жду вас всех работать в нашу сферу, тем более, что хочется отметить, что сегодня 25 тысяч ребятишек идет в первый класс в нашей области. Много это или мало? Это очень много. Это наш потенциал, с которым мы должны потом будем работать и прививать к ним им ценности физической культуры, спорта, сделать их настоящими людьми и настоящими патриотами своей страны. Поэтому вот всего этого я вам желаю, чтобы мы работали в одной большой единой команде и жили в мире в одной большой нашей счастливой стране России. С праздником всех! Спасибо! Я очень люблю детей и как бы хочу посвятить свою жизнь преподаванию чего-либо. И плюсом ко всему я как бы тоже с детства спортом занимаюсь и как-то решила это совместить. И вот поэтому постаралась и поступила сюда. Больше всего нравится. Как бы я рассматривал другие вузы, но решил все-таки в СИБУ. Ну, образование неплохое, как бы и главное, чтобы подольше было. В дальнейшем хочу быть тренером, научить детей тому же, чему и сама научилась. С каждым годом конкурс на наши профильные, как мы их называем, направления подготовки растет. И что отрадно, он не просто растет, а к нам приходят ребята, гораздо лучше подготовленные, чем это было 2, 3, 5 лет назад. Они лучше подготовлены физически. Это значит, что наши выпускники лучше с ними работают в школах, в спортивных школах, в училищах Олимпийского резерва. И они лучше подготовлены, как выпускники общеобразовательных школ. Средний балл ЕГЭС каждым годом тоже растет. Это ваше погружение в новый статус, статус студента Большого Федерального Университета. Прежде всего, это общение с очень серьезными, очень продвинутыми преподавателями. Людьми, которые в своей области владеют знаниями, владеют методиками, которые помогают вникнуть в предмет, понимать его, понимать его необходимость для раскрытия тех вот тайн, которыми вы занимались каждый там где-то лет 7, 5, 10, в зависимости от своего вида спорта. Для того, чтобы вы начали понимать те глубинные процессы физиологии, биохимии и других-других всевозможных предметов, которые влияют на то или иное состояние спортсмена и помогают ему достигать тот или иной результат. Знаю, что у медицинских, кто заканчивает медицинскую академию, есть такая программа, что если ты уезжаешь обратно к себе в район, ты получаешь миллион подъемных, получаешь, может быть, квартиру. Есть такие программы, чтобы заинтересовать меня, например, чтобы я поехал обратно к себе. Во многих районах главы и руководители физического воспитания заинтересованы в том, чтобы специалисты области физической культуры, спорта, молодежной политики приезжали в районы, работали. И им для этого будут создавать индивидуальные условия. Второй год подряд мы вот такой формат выбираем и день знаний традиционный проводим. Он так вот неформально и, на мой взгляд, интересно. Мы действительно ждали Дмитрия Агронесовича на эту линейку. В этой четвертой классах учится его внук. Он выпускник этой школы. Эта преемственность просто, вот, она очень важна. И все притихли, внимательно слушали только потому, что этот человек 10 лет в этих стенах был. Тут учились его дети, и сейчас здесь учатся его внуки. Ну и вообще социальное партнерство вот с таким ведомством, оно школе тоже очень много дает. Например? Ну, например, вот мы имеем здесь на своей площадке школьной крытый павильон стадиона «Динамо», где проводят уроки наши учителя физкультуры периодически, и где мы имеем возможность проводить спортивные соревнования. Ну и у нас традиционно в школе работают спортивные классы, футболисты и пловцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!